Седьмой день работы, а седьмой? А седьмой? Точно, слава Богу, что вы это знаете. Владелы где-то собираются, в церкви, в воскресенье. Вы знаете, у нас сегодня гости Сахалина. Кувакское семья не закончилось, правильно, я понимаю. Представляете себе, они там начинают служение, и часовые пояса передают как бы стафетную палочку. Доходилось до Москвы, а потом будет Галиментра, Европа, Америка. И круглосуточно славится Господь. Что это чудесно? Церковь, это не только наша маленькая пояса в церкви, но церковь собирается в больших и маленьких собраниях. По всему лицу земли миллионы, можно сказать, миллиарх поклонников Сухи Христа. Почувствуйте себя частью великой церкви Сухи Христа. Мы народ Бога, мы искупленные крови Сухи Христа. Мы помилованные, мы прощенные. Мы пришли сегодня воздать Господу славу, сегодня будет пропасть о вере. И так что я благословлю всех нас, чтобы мы верили твердо. Я очень рад за наших музыкантов. Вчера мне Дима звонил вечером. Пастор, мы хотим славить Господа. Я думаю, аллилуйя. Мы в великую живое прославление. Аминь. И мы слезать. Давайте будем вместе петь, вместе с ними поддерживать. Псалом. Сейчас скажу, какой. Восплещите руками все народы. Воскликните Богу глазом радости. Ибо Господь Всевышний страшен. Пойте Господу нашему. Пойте Царю нашему. Пойте. Ибо Бог Царь всей земли. Пойте все разумы. Пойте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 И на третий день какой-то, что вернется Боже — ты! Верём мы Верём мы то, что в этой вере наша сила, то, что ты освобождаешь, Господь. Те, кто верит в тебя, те, кто знает, что только в тебе сила, Господь. У тебя есть главное каждого человека, у тебя есть нечто особенное, нечто потрясающее для каждого, кто здесь есть. Благодарю тебя, Господь, за эту будущность и надежду, которую мы имеем в тебе. Благодарю тебя за то, что ты избрал нас, Господь, за своей великой милости, и мы нечем не заслужили этот подарок. Но ты, Господь, даешь это все просто так. Благодарю тебя за то, что наши склонки и болезни, наши искушения мы можем отдавать тебе, и ты поможешь. Благодарю тебя, Господь, великий Бог, чудный Бог. Милости Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна жизнь моя, Милость Твою ты превослёст нас судом, Милости Твоей полна жизнь моя, Милость Твою ты превослёст нас судом, Возлюбив меня и кровь свой дом, Возлюбив меня и кровь свой дом, Милость Твою ты превослёст нас судом, Милость Твоей полна вся земля, Милости Твоей полна вся земля, Милость Твоей полна жизнь моя, Милость Твою ты превослёст нас судом, Милость Твоей полна жизнь моя, Милость Твоей полна жизнь моя, Милость Твою детей расп més gun heard И я, врага, освободи и благослови. 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 Благодарностью даю, прославляю Божью силу, Благодатью уберу. Боже, ты любви святой, Укреплял тут славы мой, Как тобою падал я без сил. В небе сам сердечный вздох Возносился свет и лоб, Я в молитве радость получал. Вот мы смотрим наш воздух. Смотрите по сторонам. Потолок у нас красивый, фонарики горят. А чем у нас наполнено вот это все пространство, кроме того, что здесь солнечные лучики? Что у нас здесь еще есть? Воздух. Воздух есть. Так. А из чего же у нас воздух тут состоит? Что еще есть? Свет. Свет есть. Что еще есть? Что у нас здесь еще есть? Смотрите, вот-вот. Вот-вот. Азот? Или азон? Азот. Ладно. Углекислый газ. Что еще есть? Что еще есть? Смотрите, вот-вот. Вот. Пыль. Да, вы сказали уже. Еще что есть? Давайте, давайте. Что еще есть? Дух Святой. Дух Святой. Вот. Это уже человек, который понимает, что он в церкви находится. Молодец. Зачет. Так. Что у нас еще есть? Господь. 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 Молодец. Филипп, включи, пожалуйста, золотой стих. Смотрите. Ибо где двое или трое во имя мое собрано, там я посреди их. Это сказал Иисус. То есть здесь мы вот, посмотрите, посмотрите, посмотрите по странам, сколько людей. Чем больше, чем в двое или трое. И правильно сказал Никита, что здесь Иисус. Видите Иисуса? И Духа Святого. Видите? Никого? 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 Так. Я вам сейчас еще кое-что скажу. А вы знаете, что… Вот у многих из вас, наверное, есть телефоны. Да? Есть телефоны. А вы знаете, что вот сейчас мимо меня прямо пролетает чей-то телефонный разговор? Вот он. Или какая-то СМС, посмотри, полетела. А вот кто-то фотографию отправил. Вон она полетела. Мы отправляем сообщить, и она вот полетела, полетела… А вот ты… В другой телефон прилетела. Человек открывает. Ух ты, какая фотография! А мы смотрим, ой, где В consult. Где фотография, конечно, как она полетела? Вы просите, отправь маме фотографию. Раз в телефончик, и отправляешь. Полетела ты, понимаешь, телефончик прилетела? Видите телефонные разговоры? Видите? Нет? А еще кто-то музыку, наверное, по радио любит слушать. Смотрите, а вот радиоволна пошла, 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 наушничек, хоп. Нет, радио уже никто не слушает. Ладно. Радио слушает. Пультики кто смотрит? Я! Да? Вот в интернете, вы согласны? А там пультики. Ну, вначале интернет полетел. Смотрите, вот он, интернет летит. Видите, интернет летит? Видите интернет? Нет? Тоже мы видим, да? Так. А телевизор включили дома? Где-то там, в Останкино, на башне Степашка с Филей. Записали программу, а мы хоп включили. Ух ты, спокойно, мы очень показываем. Надо же! Лунтик! Ой, прилетел. Где он? Вот он летит, вот он летит. Смотрите, видите, Лунтика полетел? Видите? Нет? А как же он прилетает по нам в телевизор? Ну, видите, у кого? Ну-ка, невидимый. Он тоже прилетел. Все верно. Знаете, не все мы можем видеть. Не все мы можем видеть, но оно есть. Да? Включили телевизор? Увидели. Пока выключат телевизор, или мы далеко от телевизора, мы не видим, что здесь что-то летело. Мы уже с вами сказали, что здесь у нас двух святых есть. Мы сказали, что у нас есть Иисус. А еще здесь, сегодня пастор говорил, дом мой, домом молитвы. Молитвы, довеченцы. Вы знаете, что еще одним у нас молитвы пролетают, людей. Но они тайные. Мы не можем... Вот молитву раз, я поймал, послушаю. Я не знаю. Я не знаю, что за молитва. Я не могу вас слушать. Она мимо пролетела, она пошла куда? Куда пошла? К Господу. А дома вы молитесь. Вы встаете на колени, молитва полетела на небо. Ее кто-то может посмотреть? Но Господь ее может услышать. Филипп, ключи еще, пожалуйста, Матфея 6.6. Ты же, когда войдешь в комнату твою, затвори дверь. Помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздал тебе явное. Вот ты тайно, по секрету, Господу сказал. И твоя молитва, она полетела. Ее никто не видит, она тайная. И она доходит только до неба. И никто не может увидеть. Но Господь может ее услышать и ответить тебе. Вот сколько удивительного, оказывается, наполненного вокруг нас. Смотрите, сколько всего. А нам кажется, что ничего нет. Ваня тут говорит, ничего нет. Да? Ничего себе ничего. Очень даже много чего. И еще очень много всего нас окружает. Просто не все, что мы можем видеть глазками, не все можно увидеть, но оно и есть. Аминь. Бог гордым противиться, а смиренно дает благодать. Я говорю, что ты решаешь. Рад, дорогой. Хэппи-безды, дую. Приветствую церковь, наш благородный мой. Аминь. Слава Богу. И я хотел сюда пригласить наших брат и наших сестру. Это Кирик и Евгения. Кирик. Аминь. Приветствую. Пока движение подойдет, я думаю, что есть что рассказать нам, как попрошить. Это вот. Господи. Во-первых, я где-то не устану говорить о нем. Но я благодарен Богу за то, что у нас в этом учебном году снова пособираемся на переменах, молимся. Хоть нас мало, хоть нас в ходе 2-3 человека. Но я все равно очень благодарен Богу, что у нас есть это время. Приветствую вас, церковь. Этот год для меня был тяжелый, на самом деле. Я потеряла родного человека, маму. У меня был сложный год переживания с ребенком. То есть для меня день рождения у меня был таким радостным, хотя вроде юбилей. Но Бог мне послал мою подругу. Она мне просто поздравила с днем рождения. Мы тут решили списаться. И человек приехал из Южных Курильских островов. Наталья. Мы с ней вместе учились. В Востоке. Когда были совсем еще молоды. И она немножко утешила меня. Мы с ней попереписывались. Сегодня она идет ко мне в гости. Так что есть у нас в нашей жизни и трудные минуты переживаний. Есть, конечно, и радости. Жизнь продолжается. Мы должны преодолевать все с помощью Иисуса Христа. Я благодарна Богу, что Он мне просто сверхъестественным образом посылает какие-то силы, которые, казалось бы, по-человечески можно развалиться, заработать или пытаться в грех впасть. Но Бог все равно через Нему людей подкрепляет и направляет дальше жить, дальше к чему-то стремиться. Слава Богу. Потому что без Бога, наверное, было бы сложно. Люди прибегают к каким-то препаратам, таблеткам, чтобы как-то утешить свое горе, свою боль. Но слава Богу, что Он мажет наше сердце своим волшебным таким елеем, который вдохновляет на дальнейшую жизнь. Слава Богу за все. Хотел еще добавить. Мне в этом году Бог мне помог. Бог изменил у меня в сердце больше, что... Я не знаю, что-то изменило в моем сердце. И Он мне показал, как можно жить и ни о чем не любить, не проптать. Я научился не жаловаться на то, на какие потери у меня бывают. И я бы хотел вас, церковь, призвать, чтобы вы молились о том, чтобы Бог вам дал возможность, способность ни о чем никогда не жалеть. Мы много говорили об этом в церкви. Мы даже песни там пели, где в каждой строчке никогда ни о чем не жалеть. Но это все просто слова. Я долго молился об этом сам. И я хотел бы учиться, когда случается что-то в жизни, не жалеть об этом. И не жаловаться. Чтобы не было в сердце такого типа, ну вот, и столько, и к этому шел. Я так этого хотел, а теперь у меня этого нет. Чтобы не было робота, не было недовольства. Молитесь об этом. Потому что это великое превратение. И на самом деле жизнь после этого не меняется. Сразу другой взгляд на речь, другой взгляд на саммите. Сразу в жизни становится радостнее и счастливее. Потому что вы убираете и недовольство. Я вот... Сынок, иди, как уходите. Мы сочувствуем жене, мы с потерей мамы. Знаете, мама – это самый индуйский человек. У нас сама вот... Я так давно, я дочек, корма. Уйдешь. У нас есть надежды на радостную встречу в небеса. Поэтому только этой надежды мы будем взять. У нас есть в Церкви хорошая традиция участвовать в материальной службе святых и при рождении, и при венчании, и на похорон в противнице от нескредственного большого состояния. Песня «Славим Бог» 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 Итак, братья и сестры, еще раз фил включить, пожалуйста, про единое богослужение. Слава Богу, значит, что я увидел, что у нас туда полностью автобус заполнен 44 места. Обратно, понятно, некоторые поедут в свой отдых, гуляют по Москве или там у молодежи останутся. Но, смотрите, очень важное объявление. Во-первых, в конце собрания Таня вот здесь будет стоять, и вы подойдите, возьмите у нее билетик. Вот послушайте, возьмите билетик, это первое. Второе важное объявление. У кого не хватило места, и кто не попал в число спасенных, едущих, значит, смотрите, мы будем, во-первых, в среде недели еще рекламу делать, и все сегодня пришли на богослужение. Приходите все, три восклицательных знака, у нас очень много личных машин. И поэтому, если мы увидим, что пришло людей больше, чем 44, я сам обещаю, что я вас послужу свою красивую машину и повезу. Я думаю, что другие люди найдутся. Поняли, да, идею? То есть, если вы хотите поехать, но думаете, что места нет, то есть, есть место, есть. Христос тебя зовет, под словами песни скажу. Поэтому, пожалуйста, приходите все. Но билетики возьмите, все-таки преимущество будет иметь те, кто записал. Так я понимаю, в логике, да? Вот, это два объявления. Какие еще молитвенные нужды, свидетельства, объявления, просьбы, приветы? Привет, я начну. В прошлом воскресенье мы посетили нашу любимую Смоленскую церковь. Такая там классная церковь, что не было посетителей. Там наши дети живут, вот, в празднике церковь. Всем они передают сердечный христианский привет. Да, есть еще какие-то нужды, свидетельства, просьбы, благодарности? Ну, есть природа, Нина Павловна, просила она сейчас в больнице, чтобы за нее помолились. Она уверовала где-то в Российской силе в жизни, и лет ей было, наверное, 30. И в годе 30 лет, она была украшением нашей церкви, музыкальной сопровождение, это было за ней. Она отнесла это субболение. Она очень добрая человек, и болезнь у нее очень давняя, вот, но сейчас она особо просит, что за нее помолились. Будем молиться за Нину Павловну, еще есть маленькие минуты, просьба, привет, благодарность, свидетельство, Аня. Если бы Моя и Дмитрий Божева по-настоящему работал, не то, что он ищет, но есть там идеи разные. Он вчера там совсем провалилась, он очень надеялся, что на этой неделе не другая, на которую он надеет. Поэтому, мне бы так это особо поддержать, но я бы не знаю как, откроем как вас упросить. Ну ты его и словами ободряешь, знаете, мужчина может почти все, Иисус может все. Мужчина может много, если жена его ободряет. Дорогой, у тебя все получится, ты сможешь. Я не знаю, уместно ли мое свидетельство, я во сне увидела, что мне плохо, и стоит уже врач, хочет делать операцию. Я говорю, подождите, давайте я за вас помолюсь, и я беру, накладываю руку, чтобы у вас все получилось. Спрашиваю, как его зовут, как-то на чем, ну короче, во сне все это. Я ему кладу, молюсь, Господи, во имя Иисуса, пускай все получится. И просыпаюсь в 3 часа ночи, у меня болит сильно Бог. Я походила, походила, говорю, Господи, пусть у меня эта боль уйдет в утро, никаких операций мне не надо, и во имя Иисуса, пускай Богу, но я испугалась, конечно, что это будет резать, кальпить, все это видела. Вот я свидетельствую, что Бог меня исцелил во сне, с Иоанна, с Иоанна, с Иоанна. Главное, Иваново, не бойся, только, я представляю, вы лежите на этой куфетке, и так, доктор, я на войну помолюсь, во имя Иисуса Христа, будьте здоровы. И доктор, я скажу, нет, ну столько, не хочу сидеть. А что, врач тоже может заболеть? Думаете, это... Я хочу попросить лиц, чтобы вы молились за Дриле Пачева, что он опять в падении, очередной раз его снесла эта привычка спиртного обтяга. Вот, и прям молитвенницы, кто все стремуетесь молиться за него особо. Вот, в общем-то, он вернулся к Господу. Прощение есть, но что в его сердце? Вот, это сложно. Я думаю, что продолжение... Продолжайте молиться за Лещу Ютагину, кто ее знает, она была в репутационном центре. Я думаю, надо молиться за Сергея, который прошел только первые несколько шагов, но Господь его все-таки спас. Знаете, вера испытается, проверяется временем. Чтобы семечко дало плод, плод должен созреть. Достойный плод покаяния должен созревать. Конечно, есть важные первые шаги, первые молитвы, но плод должен созревать. Мы будем молиться за них. Еще есть всякие свидетельства. Мы будем говорить о церкви. Я прошу вас молиться за родителей нашей молодежи. Короче, среди молодежи есть ребята, чьи родители не ходят в церковь. Это вот Денис сегодня молился, Даник, Саша Демидов. На этой неделе у меня просто состоялся очень такой серьезный разговор с одной мамой, которая прям вот очень так грозная. Я больше вообще никогда в церковь не пущу. Да и вообще, то есть, знаете, хорошо, когда вы всей семьей идете, и ваши дети идут, а этим ребятам приходится еще вот как-то через вот эти вот преграды какие-то проходить, которые строят родители, которые не с большим удовольствием, скажем так, отпускают их. А кто-то и вообще просто такое сильное противление стоит, чтобы не ходили сюда в церковь. Вот, и потом, знаете, вот потом с этой мамой я разговариваю и говорю, вы знаете, в таком возрасте некоторые дети пьют, курят, наркотиками увлекаются, а наши дети всего лишь застряли в грязи, машину забуксаловую в грязи. Ну, всего-то. И она говорит, вот эта мысль меня утешает. Вот, и все, и отпустила. То есть, когда, ну, сравниваешь, куда, какие вот наши дети, да, и что происходит, ну, просто молитесь, поддерживайте, потому что за них вот не молятся их родители, к сожалению. Еще есть какие-то? Приветствую, благодарность. Да, Вадим. Слава Богу, я иду на поправку, уже начинаю ходить, начинаю ходить, начинаю ходить, начал физиотерапию, вот, просьба молиться за то, чтобы восстановление, что так же легко и хорошо, вот, и с завтрашнего дня я выхожу уже немножко на работу, начинаю ходить на новую должность. Начальник. Начальник, а большая начальник. Есть волнение. У тебя получится, Вадим, я верю. Будем молиться за Вадима, кто не расслышал. У него после операции продолжается реабилитация, восстановление ноги, он начинает двигаться, ходить, все эти важные процессы. Будем молиться за полную силу, и молиться. Еще есть какие-то, ну, просьбы, благодарности, приветствия? Учеба в семинаре у меня выпадает как раз на ЮС и на благослужение. В общем, все очень-очень забито, и уже сразу возникают проблемы. Еще учеба в университете, там один день нужно быть обязательно. В общем, сразу трудно, сразу уже как-то в расписании не вписывается, чтобы получилось это все пройти, все сдать и учиться. Будем молиться за Диму и за всех Дух. Один, два, три, четыре, пять. Вера. То, что Иисус Христос превыше всего, это и есть залог чудес. Также смиренное сердце. Так давайте смирение и с радостью петь и восхвалять его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Иисуса 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шаг за шагом мы идем, побеждая 30 днем Потому что наша сила только выменили вдвоем Шаг за шагом мы идем, побеждая 30 днем Потому что наша сила только выменили вдвоем И выше всех, имя Иисуса выше всех И выше всех, имя Иисуса выше всех И выше всех, имя Иисуса выше всех И выше всех, имя Иисуса выше всех